Всем привет! Сегодня 2 октября. В Московской области я готовлю теплицы к следующему сезону. Обязательно мою и также подготавливаю почву в теплице. У нас передают уже похолодание ночное к следующим выходным до плюс одного. Поэтому самое время заняться теплицами. Вынесла острые перцы. У меня здесь несколько сортов. Я их выращиваю в мягких контейнерах. Они у меня будут в этой теплице стоять до последнего, до самых заморозков. Вот такой супер жгучий перец. Лист декоративный. Сам перец очень красивый, очень жгучий. Такой кустарниковый. Этот перец уже начинает краснеть. Я думаю, уже через недельку будет готов. Это тоже супер жгучий перец. Посмотрите, какой красивый. Листва декоративные и сами перчинки декоративные, как и вот этот сорт. Это тоже жгучий перец. Сириус. Посмотрите, какая красота жгучий. У него острота такая приятная. Он сначала фиолетовый, а потом краснеет. Тоже декоративный, но и плюс съедобный. Собрала вчера все сладкие перцы. Освободила теплицу. Это все остатки два ведра. Так, и сама теплица. Это перечно-огуречная. Теплица стеклянная. У меня обе теплицы стеклянные. Значит, что вчера сделала? Убрала, срезала все веревки. Я никогда не оставляю веревки, которыми подвязываю растения. Все срезаю и убираю. В грядке вчера слегка перекопала, добавила, видно, доломитовую муку. Заделала слегка в почву и закрыла толстым слоем скошенной травы. Вчера косила участок и в этом году я закрываю скошенной травой. В середине здесь у меня росли огурцы. Тоже скошенная трава уже почти перепрела. И вот таким образом я сюда поставлю острый перец до самых первых заморозков. В междуряде замульчирована щепой древесной. В общем, я теплицу подготовила, чтобы ее помыть. Полностью освободила, очистила. Так, что буду делать? Сначала я машиной высокого давления, просто чистой водой промою все стены. И с внутренней стороны, и с внешней. Затем я приготовила уже воду. Здесь у меня хозяйственное мило. Швабра специально для теплицы использую. И тряпка микрофибра. Вот этим раствором я буду промывать внутренние стенки теплицы. И крышу. Вот так. И потом уже водой чистой буду смывать. Видите, какая пыльца. Все это будет смываться. Стеклянная теплица чем хорошо, что очень легко и быстро ее можно помыть. Как окна в доме. Вот этим я буду заниматься. И следующая теплица стеклянная. Здесь я выращивала высокорослые сорта томатов. Она тоже полностью подготовлена. Срезаны все веревки. Грядки замульчированы скошенной травой. Тоже добавила почву, доломитовую муку. Почва у меня кисловата. Почему кисловата? Потому что растет хвощ и кислица. Не в большом количестве, но вырастает в грядках. Поэтому в этом году я добавила доломитовую муку. Все, сейчас начинаю работать. Мыть теплицы. Продолжение следует... 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 Удобрено Здесь в свое время Завозился конский навоз Перегной Всего достаточно Просто точечно вношу конские каштаны Этого достаточно Также вносится доломитовая мука Я уже показывала Зола в обязательном порядке Сапропель Но это уже при высадке рассады Пока этого достаточно Весной мне останется только слегка Опять из мойки высокого давления Промыть теплицу Внутри и снаружи Основная мойка теплиц Обязательно у меня осень Я никогда не оставляю грязную теплицу На весну Потому что весной Я усеваю рано Это конец марта, апрель Смотря какая погода Редиска, лук, зелень, салаты И там уже не до мойки А в холод мыть теплицу Это вообще не вариант Поэтому основная мойка Это осень Все, мне теперь Останется помыть Томатную теплицу И пролить почву бактериями В одной теплице И во второй Все, два часа работы И теплицы готовы Помыты Почва обработана Занесла воду Это чтобы поливать перцы Я ее буду составлять Сюда на грядку посередине Перцы полила Прямо по голове Сейчас обсохнут И буду заносить Буду смотреть прогноз погоды Как только заморозки Соберу урожай И уберу эти контейнеры С теплицы Также подготовлена теплица Томатная Помыта Почва обработана Здесь также три грядки Они замульчированы Скошенной травой Здесь сверху рассыпано Немножко остаток был Это доломитовая мука Междуряди Замульчирована щепой Теплицы пока не закрываю Пускай просыхают И хочу вам показать Череночник свой Мне в комментариях Спрашивали Где черенки зимуют В теплице Я каждый год так делаю Заношу все черенки В теплицу Прямо на грядку Савлю горшки Сейчас, конечно Я ничего заносить не буду До последнего Растения будут на улице Допустим, вот европейская лесенница Она должна сбросить хвою Все хвойные обрабатывают заболевания Прежде чем занести в теплицу Гортензия должна сбросить листву Я ее, конечно, обрежу Только тогда буду заносить Ива на штамбе Фламинго Тоже листва сбросится Я ее подрежу И лежа будет зимовать в теплице Слегка обкладываю горшки мхом Если сильные морозы Там по 30 градусов Я накидываю укровной материал Шестидесятка Вот таким образом Зимует Это все для себя Я выращиваю Из черенков Вот на следующий год Если получится Буду высаживать потихоньку Уже подросшие Хорошие растения Также заготовила землю Для острых перцев В мягких контейнерах Почвосмесь Для цветов Также Пложки с землей Это для раннего посева На рассаду Салаты Высаживаю Приготовлена земля Четыре мешка Это для перевалки растений Почвосмесь Я не покупаю Готовлю сама Я вам сейчас поставлю Небольшой кадр Как я готовлю Почвосмесь Всем привет Сегодня 19 сентября Московской области Пока тепло Буду готовить Почвосмесь для рассада Для перевалки Уже подросших сеянцев Сею семена Я в другую Почвосмесь Состоящую из торфа Нейтрального И биогумуса Беру примерно В соотношении 70 на 30 Но это почвосмесь Именно для перевалки Подросших сеянцев Буду использовать Известниковую муку Торф Нейтральный Без добавления Минеральных удобрений Зола Это Перегной Прошлогодний Также использовать Буду Перепревшую Уже Конская подстилка С каштанами Конскими Ну и с биогумусом Здесь уже И также Использовать буду Бактерии Обязательно В этом году Использую Фетоспорин Золотая осень По инструкции Здесь 5 мл На 10 литра воды Но я и буду Использовать 10 мл Маточного раствора На 10 литров воды Проливать Хорошо В тачке Перемешивать И уже Закладывать Вот такие мешки В этом году Я Приготовлю 3 мешка Мне этого будет Достаточно Потому что Я сокращаю Посадки И мне будет Достаточно Так Если останется Время Также подготовлю Кашпо Для однолетних Цветов Буду Вытаскивать Вот эту старую землю И смешивать С новой И закладывать Уже Обратно В эти кашпо Все я Это оставлю Все мешки Кашпо Мягкие контейнеры Сюда В теплицу И зимой Почва смесь Промораживается Когда мне нужно Я заношу В дом Она оттаивает И дальше Уже Буду использовать Вот таким образом Я делаю На протяжении По моему Уже 5 лет Землю Для рассады Я не покупаю Готовлю сама И хочу вам показать Какая получается Почва смесь Хорошо Все перемешала Добавила воду В которую Растворила бактерии Земля получается В меру Воздушная В меру Тяжелая Такая Жирненькая Все как надо Пропорции Я ранее показывала В видео Как я готовлю Почва смесь А вообще Знаете Я в последнее время Уже Делаю так Я руками чувствую Какая должна быть Земля Потому что Готовлю уже Не первый год И уже имею Понятие Что Сколько Добавить Сейчас я Эту почву смесь Буду закладывать В мешок Закрывать И оставлять В теплице Чтобы работали Бактерии А у меня На сегодня Все Я вам желаю Всего самого Хорошего Подписывайтесь На канал Заходите в Телеграм канал Подписывайтесь Я оставлю ссылку В описании Под этим видео И всем пока Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok